Фрагменты керамической посуды с более чем двухтысячелетней историей. В Сургутском районе во время раскопок на урочище Барсово гора археологи обнаружили утварь, которая принадлежала древним жителям Западной Сибири, кулайцам. На территории проходят первые масштабные раскопки за последние 40 лет. Наш корреспондент Елена Каткова прикоснулась к артефактам. Такая форма, с таким прогибом горшки, с прямым венчиком, украшенный вот таким штампом уточка, это как бы маркер, знак кулайской культуры. Эти маленькие фрагменты керамического горшка датируются вторым, первым веком до нашей эры. Найденная посуда использовалась для бытовых нужд кулайцами. Так называют древних жителей Западной Сибири. В ней хранили продукты и готовили пищу. Об этом свидетельствует нагар на артефакте. Осколки найдены во время археологической экспедиции на урочище Барсова гора в Сургутском районе. Уникальное место, и равного которому по концентрации археологических памятников не было в Советском Союзе, тем более нет в России. То есть есть памятники более интересные, с более яркими находками. Но они как бы представляют собой срез одного времени. А здесь, на Барсовой горе, представлена археология, представлена древняя история. С момента, когда человек появился в Сургутском приобе, и до сегодняшнего дня включительно. Раскопки ведутся на территории 150 квадратных метров. В зоне исследования городище Барсова гора. Это объект культурного археологического наследия федерального значения. Более двух тысяч лет назад, как говорят археологи, здесь находились поселения кулайцев. Вот эта типичная картина, черно-белый слой. Это вот древний, то же самое, абсолютно такой же слой, черно-белый. Но это слой, по которому ходили люди 2000 лет тому назад. Древние жители Западной Сибири занимались охотой и рыболовством. А свои немногочисленные жилища обустраивали защитными сооружениями в виде валов и рвов. Немые свидетельства их жизни в виде бронзовых, керамических фигурок и осколков ученые находят по сей день. Узоры на почве разные по цвету песок. Археологи читают, как открытый учебник истории, старательно перелистывая небумажные страницы. Так, аккуратно, слой за слоем, огражденный участок расчищают от земли. Здесь, внизу, под ногами, многовековая история, которая может рассказать о том, как жили люди в эпоху Железного века. В этот раз во время раскопок обнаружили и защитный ров. То, что два выхода было и оба с южной стороны, мы сейчас уже зафиксировали. Это для нас очень важная информация. Каждый этап раскопок фиксируют тахеометром. Это такой геодезический прибор, который позволяет запечатлеть точки в раскопе, для того, чтобы затем перенести в компьютерный план. Участники экспедиции, порядка 20 человек, это ученые, археологи и студенты сургутских вузов. Этот проект инициировался для того, чтобы получить дополнительные материалы к материалам 1974 года, для того, чтобы осуществить реконструкцию этого объекта. Проект реализуется благодаря различным финансовым поддержкам, в том числе и за средства гранта губернатора Югры. Раскопки планируют завершить уже через неделю. После землю рекультивируют, а собранные артефакты отправят в Новосибирский институт ядерной физики. Там определят точный возраст находок. Елена Каткова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургутский район.